Мы пока по учениям ничего не понимаем, до конца мы не видели этого всего, но здесь две стороны. Первая, это в первую очередь себя проверить, понять, насколько взаимодействия есть, кто вовремя пришел, кто не вовремя, кто опоздал, где проколы, где связь, например, не работает, где друг друга не поняли. То есть учение делается для этого. Ну и понятно, что вторая сторона, это демонстрация, демонстративно показать, что мы тоже можем, тоже можем. У нас и корабли есть, и самолеты есть, мы летаем. Такая себе, возможно, акция устрашения на минималках, ну так оно очень цивилизованное. Показать, что мы тоже можем, у нас есть возможности, мы объединяемся, поэтому если вы там что-то задумываете себе на той стороне, то знайте, что мы всегда сможем вам ответить. Да, и вот еще в контексте нашей темы давайте еще не будем забывать о том, что ядерка угрожает не только КНДР, но и Российская Федерация перманентно, скажем так. И вот тем временем Российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. О том, что это может произойти, ранее заявил и президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». А спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что Нижняя Палата парламента планирует обсудить вопрос об отзыве ратификации договора. И позднее он сказал, что соответствующий законопроект поддержали все фракции. Ну и в ответ на российские угрозы НАТО начала ежегодное учение, которое называется «Непоколебимый полдень» по ядерному сдерживанию. В них примет участие авиация 13 государств-членов организации. В альянсе подчеркивают, что учения являются плановым мероприятием, которое проводится ежегодно уже более 10 лет. И в этом году к маневрам над Италией, Хорватией и Средиземным морем привлекают различные типы самолетов, в том числе современные истребители и американские бомбардировщики Б-52, которые прилетят из США. Также в учениях участвуют истребители, способные нести ядерные боеголовки. И НАТО подчеркивает, что маневры проходят на расстоянии не менее тысячи километров от границ России и, цитирую, не связаны с текущими мировыми событиями. Продлятся они до 26 октября. И на этом не заканчиваются военные учения, поскольку в это же время Европейский Союз проводит масштабные военные учения в Испании. И второй этап маневров стран Евросоюза, направленных на управление кризисами, начался еще в понедельник, 16 октября. Это первые крупные военные учения воздушных, морских, а также десантных сил государств ЕС, не опирающихся на структуры НАТО. И, как отметили в дипломатической службе Евросоюза, в них участвует 31 военное подразделение из 9 стран блока и, в частности, 1800 военнослужащих из Испании, 600 из Франции и 200 из Португалии. Продлятся они до конца недели. И целью учения является усиление военной готовности ЕС реагировать на внешние конфликты и кризисы. Давайте услышим. Европейский Союз должен быть готов действовать так, как требуется, чтобы защитить наших граждан и внести вклад в глобальную стабильность. И для этого нам нужно тренироваться вместе. Это поможет нам лучше подготовиться к роли оборонного субъекта и поставщика глобальной безопасности. 9 стран принимают участие в этом мероприятии в 2023 году. И это первый раз, когда у нас развернуты реальные подразделения, а не просто учения, проводимые смоделированным и синтетическим образом в штаб-квартире. Очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями в координации наших усилий по обеспечению безопасности всех развернутых военных ресурсов, будь то на воде, на суше или в небе. И вот мы видим, что в одно практически время впервые в истории Южной Кореи, США и Японии проведут воздушные учения вблизи Корейского полуострова. Мы видим, что происходит в странах НАТО, да, военночины, и Европейского Союза, который тоже отдельно. Неспроста все, да, и это наверняка не совпадение, что в один и тот же период. Или, может, у вас другое мнение? Что наближается? Ну, смотрите, дело в том, что вот как-то это все в мире происходит, даже не то, что как-то происходит, это происходит таким образом накопление, да. Вот долгое время после развала Советского Союза все было, такие были вегетарианские времена, когда не было угрозы, все жили, ну, как заказалось, жили в мире, да, ну, сколько это было возможно, конечно. Считалось, что деньгами можно решить любой вопрос, а если вопрос можно решить деньгами, то это не проблема, не вопрос, это расход. Ну, вот казалось так, с Россией наладили, Советского Союза нет, империи зла нету, все живут в мире согласия. И на военную отрасль как-то перестали смотреть, как на одну из ключевых. Ну, военные, военные, кому противостоять? Империи зла нету, с Китаем дружим, все, ну, мы самые сильные. И долгое время не выделялись деньги, ну, с каждым годом все меньше и меньше выделялись деньги на учения, сокращались военнослужащие, сокращались специальные службы, британские, немецкие, французские. И вот сейчас все осознали, что военная отрасль, она важна, она очень важна для того, чтобы защищать те западные ценности, которые есть. И вот так концентрированно начали проводить, наверстывать то, что было упущено в предыдущие годы, в предыдущие десятилетия. Все эти вот взаимные учения, полеты призваны одну большую цель достигнуть, чтобы в случае необходимости, в случае какой-то кризисной ситуации не было проблем в коммуникации, в общении, в понимании друг друга, чтобы четко понимали, какие задачи стоят, какие планы есть. То есть это все на будущую защиту, еще раз, не на нападение. НАТО это не про нападение, это про защиту. С западным странам есть что терять, поэтому они с войной связываться не хотят.